Здравствуйте, это Укрлайс в Милом Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка» Гетин. Я очень рада, что с нами сегодня на связи Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли поговорить сегодня с нами. Алексей, давайте начнем с Путина. Путин, сделав очередной ультиматум, кстати, последние дни почему-то, не знаю, мне хочется провести параллели с тем ультиматумом, который прозвучал в 2021 году осенью. Не знаю, что вы скажете по поводу этих параллелей, не знаю. Но Путин, озвучив свои ультиматумы, решил отправиться в Северную Корею. И это интересный момент, потому что с 2000 года он ни разу не был там с официальным визитом. А поскольку Северная Корея важна и для Путина, и я так понимаю, что то, как поведет себя Северная Корея, важно и для Америки, о чем сегодня заявил Кирби, то давайте поговорим немного о Путине, о его ультиматумах, о его планах, о его стратегиях, как они вам сейчас представляются. Базовым сценарием на 2024 год остается шантаж. Шантаж НАТО и ЕС, он выкачан в 2021 году и с тех пор не особо менялся. Более того, это даже ядерный шантаж, или, так скажем, шантаж с элементами ядерного шантажа. Напоминаю, что, напомним, вспомним, да, что перед этим были ядерные учения Белоруссии и России, и прочее, прочее, там, приведение всяких сил во всякую боевую готовность и прочие вещи. Для чего это нужно? Ему нужно расколоть единство Запада. О группе важных вопросов. Первое, отношение с Россией. Второе, санкции. Третье, поддержка Украины. Ну, и четвертое, там, выбить из глобального Запада кегли, которые в противостоянии с глобальным Югом. Путин предпринимает действия по консолидации глобального Юга и по расколу глобального Запада. Легче всего колоть на украинском вопросе. Это раз. Второе, это на возможной угрозе в зоне Балтийского моря. Ну, еще у него остаются Западные Балканы, плюс косвенно Африка, но это больше для французов, скорее, американцев. Он давит везде, где может, но надо понимать, как он давит. Это подпороговое действие. Это что такое подпороговое действие? Это вот то, с чем НАТО не умеет бороться. И это мало кто в мире вообще умеет. Смотрите, это когда это уже прямая агрессия, но она без ведения боевых действий непосредственно. Вот снятие Бакенов на Нарве. Односторонне российскими пограничниками. Или глушить, например, сигналы. Да, глушить сигналы GPS, причем в зоне, где летают гражданские самолеты и так далее. Там опасное маневрирование, сбитый над Черным морем американский беспилотник, когда сброс топлива был с российского самолета, и в спутном следе он погасил и уронил этот беспилотник. Стрельбы формально нет. Для чего это все нужно? Военные прекрасно понимают и политики, что это такое, что это за действие. Но здесь есть очень важная вещь. Здесь есть воздействие на массовое сознание, формирование общественного сознания, без того, чтобы в общественном сознании фиксировалась война, выстрелов же нет. А значит, на общественное сознание не требовало, что от своих политиков и военных вступать в боевые действия и как-то их защищать. Это работа на толпу, на массовое сознание. И это такая штука, когда идет прямое психологическое давление, формирование с помощью информационного воздействия дипломатического общественного мнения, но без требований к защите со стороны тех, кто подвергается этому давлению. Это очень узкий коридор, небольшой, но он позволяет при влиянии на Запад, где общественное мнение очень быстро становится политическими решениями, позволять оказывать определенное воздействие. В Китае, например, это бы не прошло. Там были еще где-то. Смотрите, что получается. Запад находится в очень интересной позиции. Он уже около трех лет минимум. Минимум. Их политики вынуждены противоречить значительной доле общественных настроений. Например? Ну, например, поддержка украинских беженцев, поддержка Украины как таковой, отношения с Россией и прочее, прочее. То есть, например, когда Германия отказывалась от российского газа, немецкий бизнес, и очень многие, кто там работает и с ним связан, были категорически против этого. Но это было политическое решение, и «Газпром» ушел с рынка Европы. Хотя ущерб были сотнями миллиардов долларов измеряется. Немецкая промышленность потеряла одно из самых главных конкурентных преимуществ – дешевую цену на газ, которая позволяла ей иметь маржу. Профессионалы говорят 16% дополнительную и так далее. Это политическое решение, коллективное, навязанное. К вопросу о том, импотенты на Западе или нет, могут ли они навязывать. Они навязывают очень много решений, противоречащих интересам их бизнеса. Мы же привыкли, что он бизнес. Есть распоряженный момент, что бизнес управляет всем Западом. И второе – общественному мнению. Оно формируется. Просто оно формируется тоньше, чем в России у нас. Но тем не менее. Оно формируется за Украину или против Украины, или не тратить? В поддержку Украины. В поддержку Украины. В поддержку это очень однозначно. Только надо понимать хорошо, что имеется в виду под этой поддержкой. Это тоже требует разъяснений. Но возвращаясь к Путину, что получается? Получается, что он не оставляет надежду, да и в принципе не имеет никакой другой стратегии. Почему? Потому что, ну а что, он открытую войну против Запада развяжет? Нет, конечно. Он не потянет. У него была одна надежда на сухопутные войска. Но вот недавно НАТО отчиталось, что в ходе этих учений, которые до сих пор идут, кстати, не закручиваемые защиты 2024, они до конца августа. До конца августа. Они будут перекрывать Олимпиаду. Это же понятно, защищать Олимпиаду. Если Олимпиада, то всегда какие-то крупные учения идут. Всегда. Это правило без исключения. Прикрытие просто осуществляется. И как бы они даже по сухопутному компоненту отчитали, что у них была норма 300 тысяч сухопутного войска поставить на границах, но они бы перевыполнили ее. То есть НАТО готовности перебрасывать больше войск, чем 300 тысяч. Слушай, 300 тысяч натовских войск, учитывая, что 700 тысяч российских в Украине, связанные не могут быть переброшены. Но это гарантия взятия не Сувалковского коридора, а Санкт-Петербурга. Скорее наоборот. И Калининградской области. Поэтому Путин это прекрасно знает. Но подпороговое действие – это первое. Достаточно действенная стратегия. Менее действенная, чем хотелось бы. Но что-то она может сделать. Хоть что-нибудь. По принципу делайте хоть что-нибудь. Второе – это, пожалуй, единственная стратегия, которая имеется у него в отношении стран Запада сегодня. Алексей, сразу хочется вернуться к многим моментам, о которых вы уже сказали. Я все-таки вернусь к некоторой статистике. То, когда говорили о евробарометре, мы, по-моему, в прошлый раз с вами тоже об этом говорили немного. Но я просто хочу сказать, что вот то, что евробарометр показывал, поддержку большую, то я хочу вот сегодня процитировать опрос, который сделали в Америке. Мне кажется, он очень интересный, потому что мы будем с вами очень много говорить об Америке. И что же здесь происходит с американскими взглядами? Итак, Хилл опубликовал данные исследования Института Рональда Рейгана. Самое интересное заключается в том, что 39% опрошенных считают, что войну сейчас выигрывает Россия. И только 19% считают, что выигрывает Украина. Но тут есть интересный момент. В ноябре 34% американцев считали, что Украина побеждает в сравнении с 31%, что побеждает Россия. То есть что-то произошло за эти полгода, когда американцы увидели, что что-то случилось с Украиной, что она стала с их точки зрения проигрывать. Но чтобы победила Украина, хотят 59% американцев. И самое интересное, процент тех, кто считает, что для Америки важно, чтобы Украина выиграла войну, остается стабильным на уровне 75% с 2022 года. Это вот интересный момент, правда? То есть получается, что теперь то, что будет происходить в Украине, становится частью внутренней политики. Это я на всякий случай, мы поставим галочку, потому что раз уж вам об этом говорили, мы еще, может быть, вернемся, когда вы говорите об Америке. То есть коллективное мнение американцев, особенно в их части, в части такой склонной к республиканской, консервативной, на самом деле у демократов, оно сводится к тому плану, к тому заявлению, которое неоднократно делали и придерживали сенаторы-республиканцы. Оно говорит, покажите четкий план, что вы собираетесь сделать с войной. Помните? Они публиковали свои планы, 10 пунктов, просили администрацию Байдена нарисовать планы и так далее. Это все просят план. Американцы предельно рациональны, как и Запад. Они ничего не будут делать, не понимая, первое, сколько они потеряют, сколько они заработают на этом, и какими шагами это будет достигаться, и какие запасные планы, если не пойдет. Но они так даже дома строят, они так даже детские праздники организовывают. У них все так, поэтому они лечение зубов так планируют. Это вообще их способ жить. А чем характерна война для них наша? Они не понимают, какой план у Украины и США. Смотрите, американцы нежло бы. То, что Байден шутит насчет 60 миллиардов долларов, что лучше торговать в мире, это Зеленский приехал и каждый раз увозит наших 60 миллиардов. Это Трамп шутит. Это Трамп шутит. Да, Трамп, да. Трамп, да, точнее, да. Это не самое страшное для американцев. Они могут тратить деньги, особенно они тратят не просто легко, а охотно тратят на то, что считают важно. Но вот я в Нью-Йорке наткнулся на демонстрацию бабушек, которые требовали у мэрии Нью-Йорка, чтобы все, кто заехал в мигранты и не имеют возможности жить, имели такие же условия для жизни, как у них самих, у этих бабушек, коренных урожений с Нью-Йорка. Я с ними пообщался. Они говорят, я урожденный в Нью-Йорке, дед-прадед, там мигранты приехали чуть ли не в конце 19-го столетия, но почему вот эта женщина, она показывает, какая-то мигрантка, причем белая, он говорит, что почему она должна жить хуже, чем я, если мы живем в одном и том же городе. Это неравномерное условие. Это нечестно. Я требую, чтобы или мне, она говорит, я говорю, а если вам надо будет снизить, она говорит, я готов, чтобы мне снизить, чтобы мне платили меньше, но у меня условия были хуже, но они были выровнены, это нечестно. Вот это американцы. Это, конечно, демократическая подача, но они четко должны понимать, кто за что, куда тратим, им не жалко денег. Они потратили не 60, а 600 бы, если бы нужно было, они на Афганистан 2 триллиона потратили, потому что верили в принципы, которые за этим стоят, но они не понимают, где стратегия выигрыша, о чем идет речь. И вот этот гэп, гэп, объясняется этой вещью, и второе, то, что они видят по телевизорам и в интернете, они, я вам скажу, довольно обизнанные, и месседж о том, что, вернее, миф о том, что американцы не могут показать на карте Европу, там, или Украину, это неправда. Неправда. Все могут, от таксистов до образованных классов, тем более, все прекрасно знают, где что происходит, это оперирует словами «Волчанск», например, и так далее. Они понимают, они просто видят картинку, что Россия наступает, наступает, и берет какие-то города и весь, начиная с Авдеевки, заканчивая, там, прочим, подвержены. Они видят линию фронта, они точно так же играют в эти игры с геймификацией, там, с движением, там, стрелочек по карте, и так далее. Это все, им это все видно. Сколько Россия наступает, конечно, общая картинка, что Украина не выигрывает войну. Но на самом деле, первое, что нужно было бы объяснить американцам, что это ложная дихотомия. Выигрыш в войне России или Украины не существует никакого перспективы выигрыша ни у одной, ни у другой стороны. И вот это был бы взрослый разговор с теми же американцами. Давайте вернемся к стратегии выигрыша. Нужна она, не нужна она. Вчера у меня было интервью с Эмюлем Шарапом, и я у него спросила, где же, где же стратегия Байденовской администрации, где стратегия Трамповской, ну, Трампа и его окружения. На что он сказал, ни у одних, ни у других нет этой стратегии. И в какой-то момент я подумала, может быть, так оно и надо. Может быть, это есть такая стратегическая неопределенность. Потому что распишешь стратегию, что ты хочешь. Вот в чем иногда Путин, в чем Путину иногда удается переигрывать, как мне кажется, Запад. Потому что никто никогда не знает, на что он вообще способен. Вот если бы он прописал, я сделаю раз, два, три, четыре, пять, и на этом я остановлюсь, то, наверное, было бы легче что-то планировать. Так зачем же Западу тогда или Америке расписывать? Мы сделаем раз, два, три, четыре, пять, и на этом остановимся. Но мы же не хотим сделать какую-то шпаргалку для Путина, как действовать. Давайте вот так попробуем посмотреть на эту... Я не согласен. Я не согласен так смотреть. Начиная с вопроса, а где Путин переиграл Запад? Хоть в каком месте? Я бы сказала, он не переиграл Запад, но он пытается создать такие условия, которые для Запада сложны. На Запад тяжело реагирует. Он долго раскачивается. И если бы не мы, то Запад вообще бы не умел адекватно реагировать на то, что в России происходит. Как это действует? Единственное, где он переиграл Запад, это французская зона влияния в Африке. Но он переиграл там не потому, что он силен, и Вагнер там славен, а потому, что иностранный легион уделал бы Вагнер, подозревая, очень быстро боекачественно. И французская армия. А потому, что французы не могут допустить себе ситуации, где снова белые европейцы убивают черных африканцев. Это немыслимая картинка для ЕС. И несмотря на все потери, они предпочли уйти, чем подавлять силы эти военные перевороты и устанавливать зону французского влияния силой. Потому что совсем другая атмосфера на Западе сейчас. Они не могут себе этого позволить. Французы готовы ехать в Украину, чтобы воевать с Путиным, но не готовы воевать путчистами в Африке. Потому что это неизбежно потянет за собой картинки, где белые европейцы убивают черных африканцев. Но это просто сейчас на голову не надевается. Это единственное препятствие, на которое европейцы наложили сами на себя. А вовсе не потому, что Путин силен, но к достоинствам Путина относятся то, что он сумел это использовать. Что касается планов. Ну да, стратегика, ламбигиуэти, все дела, о которых все говорят. Классика, да. Это ужасно смешно на самом деле. То есть ты выигрываешь... Такие серьезные термины, а вы говорите... Да, ну конечно это смешно. Ты проигрываешь общественное мнение внутри. Ну до какой-то степени либо проблематизируешь. Вот ты проблематизируешь отношения между союзниками, ты проблематизируешь отношения с Украиной, с глобальным югом, потому что ты не можешь ответить, что тебе нужно. Ну тут совсем тоже точно. На самом деле стратегия у них есть очень четкая. Она просто бессмысленная с точки зрения предыдущих стратегий. Вот мы же мыслим, смотрите, у нас есть шаблон войны в голове, и это всегда Вторая мировая. Мы выросли в шаблоне Второй мировой. Для нас победа это капитуляция. Наш флаг над Врадовской столицей, сдавшиеся миллионы пленных и так далее. Это оккупационный режим. Но на самом деле где-то процентов 80 войн в истории не заканчивались никакой капитуляцией близко. Они заканчивались вот таким вот ничем. И это ничем великое ничто и есть стратегия. Она заключается в том, что Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть. Вот они этой рамки и придерживаются. Ровно, четко идут. Как только Россия начала наступать, криво-косо, но нам подбросили с задержкой, но подбросили вооружение, боеприпасы, и сдвинули очередные красные линии по ударам по российской территории, например, чтобы паритет появился. Определенный паритет. Чтобы не было безнаказанности и односторонних действий со стороны России, хотя асимметрия все еще остается. Ну, например, у них есть стратегические вампроводировщики и КАБы, а у нас их еще пока нет. Так вот, но в целом идея вот такая. И за кулисами саммита вся эта дипломатия, я говорил с несколькими дипломатами, которые были на саммите, они в момент, когда они были на саммите и после этого, говорят, все очень четко. Значит, все говорят, если бы Путин предложил реальный план заморозки по линии, первое, весь мир бы его принял, второе, что начали бы изо всех сил уговаривать Украину. Осуществляют давление всеми возможными способами. С моей точки зрения, Путин сделал колоссальную ошибку. Эта ошибка ровно такая же и может быть приравнена к тому, что Украина отказалась реализовывать Стамбульские соглашения. Ну, дальше торговаться по ним, там, выбивать свое и реализовывать. Вот она, это вторая крупнейшая ошибка за два с половиной года войны. Первую сделала Украина, вторую сделал Путин сегодня, потому что условия, которые он выдвинул, невозможно принять. Почему он выдвинул эти условия, с вашей точки зрения? Никто не знает. Ну, а почему вы думаете, он мог это сделать? Ну, я... Ну, ваши просто, да, размышления. Ну, у меня разное есть объяснение, например, ну, назову рациональный и иррациональный. Начнем с иррационального. Когда накануне саммита ввели, против, ну, запретили московской товарной бирже торговать долларом, евро и фунтом британским, потом, это там, и предъявили 500-500 миллиардов долларов, почти как контрибуцию российскую, это могло, ну, вызвать у Путина эмоции какие-то. Я уверен, что у него лежали несколько вариантов, как обычно, и он выбрал какой-то там предкрайний, некрайний, какой-то более жесткий. Второй момент, это то, что он, там же очень сложная игра вокруг саммита. У китайцев есть собственный план. Мне говорили американские коллеги, что китайцы продавливают очень жестко свой мирный план и очень сильно хотят выступить миротворцам, ожидая для себя бонусов, начинают престижа, заканчивая реальным, увеличением реального влияния в Европе. И подстраховки по кейсу с Тайванем созданием прецедентов. Как бы, да, разруливание. Второй момент, это то, что у французов есть собственный план. Зелевский проводит формулу мира, у американцев есть какие-то планы и какая-то торговля. У всех есть план, кроме Путина. И он сделал ход для того, чтобы проблематизировать все эти планы. Ведь на самом деле то, что происходило на саммите, это же демарш со стороны Украины против китайского и американского и французского плана в том числе. Хотя китайское и французское предложение о перемирии на Олимпиаде все-таки вписали в итоговой коммунике. Помните, представитель МИДа Швейцарии говорил, мы несколько планов будем обсуждать мирных. Потому что существует несколько мирных планов. И Путин, так вот, делая ход через шахматную доску, проблематизировал все эти планы. Он сразу всем мог показать, что, ребята, ну как бы, вы там что планируете, что хотите, но без нас ничего реализовано не будет. И мы там готовы торговаться, но этот самый... Беда в том, что он сделал ход, который не позволяет Украине принять это как стартовые условия. Ни один политик, который заявит, что он в таких условиях можно идти на переговоры, ни политического будущего в Украине не имеет. Потому что это не предложение, это плевок в лицо. Более того, все, что он мечтает об Украине, безъядерное, безблоковое, нейтрально, демилитаризировано, деноцифицировано, этим предложением проблематизируется ровно на 180. Потому что после такого предложения очень хочется быть ядерной, блоковой, максимально милитаризированной и максимально нацифизированной в кавычках. Потому что что? Ну, это просто оскорбительное предложение. Я не знаю, кто ему это предложил. Я не знаю, чем это вызвано. Но я уверен, что это колоссальный шик. Колоссальный просто. Которое... Вот даже с точки зрения... Смотрите, он заявляет, что Зеленский нелегитимит и делает все, чтобы его легитимизировать вот такими предложениями. Зеленский получил с точки зрения Путина идеальные козыри сказать, ну, посмотрите, он же неуменяемый. Ну, как вы хотите, чтобы я сейчас ушел? А он победил или что? Только я и могу его сдерживать. Поэтому я думаю, что Москва рано или поздно осознает, Кремль осознает и Путин осознает, какую глупость они сделали, какую страшную ошибку они совершили и сторгуются где-то там. Потому что, по моему глубокому убеждению, альтернативы заморозки по линии все равно нет. Все равно этим кончится. Рано или поздно. Просто сейчас идет с клока мелких самолюбий. Люди хотят... Ну, вот люди в Киеве, люди в Москве, причем это 5-6 эффективных менеджеров с каждой стороны, предпочитают угробить еще по 200 тысяч народу, но надеются, что как это оппонент продавится и примет более качественные условия для той стороны. Но это нереализуемо совершенно очевидно за 2,5 года, что Запад не даст Путину разговаривать с позицией силы с Украиной. Так как он хочет в тех размерах, которых он хочет. Осталось найти где-то взрослых, которые готовы принять реалии и беседовать по реалиям. И вот этот словарь, у нас же проблемы со словарем. Победа, поражение, компромиссы. Это словарь, который отодвигает мир. Правильный словарь это интересы. Реальные интересы сторон. Вот надо забыть про компромиссы, надо забыть про победу. Пока говорим про победу, война не прекратится. Когда мы заговорим о реальном компромиссе, Путин, между прочим, сказал про коллективную систему безопасности в Европе, про которую я все время говорю, что это единственное решение. И если верхней рамкой для нас на переговорах является коллективная безопасность Европы, а все остальные интересы подчиняются ей, мы сможем договориться. Если быть в словаре победа, поражение, компромиссы, никогда не договоримся, будем воевать хотя бы из логики чести, скажем так, что мы не можем проводить достоинства, не можем принять такие условия. Можно маленькое уточнение о системе коллективной безопасности в Европе? Ведь до всех этих войн с Украиной Россия была частью этой системы коллективной безопасности. Очень странно, если сейчас она останется или будет претендовать на какую-то часть этой коллективной безопасности, а если она, что, естественно, будет выброшена из этой системы коллективной безопасности, то почему вам кажется, что мы можем договориться? Так не, ее надо включать в эту коллективную систему безопасности. Реальная система коллективной безопасности только с учетом интересов реальных России и Беларуси, реальных, непридуманных, там в студию Соловьева, понимаете, да, о реальных интересах. Алексей, как вы себе это представляете? Это очень важный момент, потому что вы очень хорошо сказали, что мы выросли же в понимании Второй мировой войны. Я себе представила на секунду, как бы мы там гитлеровскую Германию в какой-то момент включили бы в систему коллективной безопасности Европы. Мне кажется, это вопрос был бы большой. Так, нет альтернативы. Мы можем разрушить, довести Путина до самоубийства в бункере, захватить Москву, взять штурмом Кремля, поставить на ней флаг коалиции или как? Не можем. Понятно, тут нет альтернативы. Если мы не готовы на войну, мы с коллективным Западом, да еще победоносную войну, безоговорочная капитуляция, о которой в 1942 году договорились, Рузвельт с Черчиллем, а потом в Советский Союз присоединился, тогда не о чем говорить, тогда только коллективная система безопасности. Потому что разговоры и сравнение Путина с фашистской Германией возможно только в одном условии, с Гитлером. Если мы готовы поступить с ним, как с фашистской Германией, а мы не готовы. Поэтому эти разговоры тоже нужно снимать. Давайте уточнить. Может быть, мы и были бы готовы, но Запад не готов. Я правильно понимаю? Мы сами не тянем. Дальше все понятно. Дальше у нас надо искать способы сосуществования. Если нет победы в войне, а ее нет, не будет ее технически, то значит что? Надо искать способы сосуществования. Без вариантов. Старая система разрушена, как раз сложившаяся после Второй мировой войны, Поздама Ялтынская. И система договоров, которые ее удерживала. Хельсинский договор 1975 года о нерушимости границ в Европе послевоенных. Второе, СНВ бесконечный, договоры про ограничение обычных вооружений в Европе. Всего этого нет. Оно все не действует. Оно либо приостановлено, либо из них вышли. Стороны. Значит, нужна коллективная система, новая система, которая обрастет новыми договорами с учетами происходящего. Претензия Путина в чем? Эти договоры были разрушены односторонне, асимметрично, со стороны Запада. 91-й год распад советской системы, советского блока социалистического, и Запад двинулся на восток, хотя обещал не двигаться. Пять волн расширения надо, как они говорят. Мы можем над этим трижды смеяться, но они действительно так думают, и они готовы за это воевать. И воюют. И это значит, что система, когда Путин говорит, он же в позиции кого говорит? Защищающегося. Он говорит, я много лет терпел, много лет мы пытались договориться с Западом, вы нас довели, и мы теперь что? Вынуждены обороняться. Мы вас честно предупреждали. Потому что вы разрушили асимметрично. Он же сказал в этом обращении, когда он с бумажки читал, что одностороннее действие Америки спорченило и все, что сейчас происходит. И если реально строить эту систему, надо на этот же форум мира, допустим, пусть она вырастет из форума мира, это конференция по коллективной безопасности, это нам большой престиж плюс. Звать Россию Беларусь, представители ОДКБ, если интересно, если они поддержат Россию. И начинать говорить о системе безопасности в Европе или в Евразии как таковой. Реально, с учетом реальных интересов, только они должны быть обозначены. Интересом номер один является отсутствие вооруженных конфликтов в Европе. То есть она должна работать на запобегание. Должны быть что? Должны быть другие способы, механизмы решения спорных вопросов реальные, а не односторонние. Кто кого задавит, кто кому навяжет. Если мы готовы к этому, война прекратится. Если они готовы, она будет продолжаться. Алексей, тут сразу несколько очень важных нюансов. То есть если представить себе на секунду, что кто-то задумается о системе коллективной безопасности вместе с Россией, то это значит, что нужно сесть за стол, договориться, пожать друг другу руки, сказать, ну да, вот на этом мы и договорились. Я вообще себе слабо это представляю, насколько это возможно, после всего, что произошло. И вот вы очень хорошо сказали, что есть интересы. Это ключевой момент, я с вами согласна. Куда денем ценности? Я понимаю, это смешно звучит сейчас, да, может быть. Но все равно оно как-то... Ну, во-первых, ценности являются частью интересов. Почему мы должны их выбрасывать? Ценности понимаются как части интересов. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ценности были реализованы. Например, достоинство, свобода и так далее. Это наши интересы, мы за них боремся. Но реальным сценарием будет, конечно, никакая некоглятивная система безопасности, потому что политики по обе стороны не дозрели абсолютно до этого. И дело не в эмоциональной травме. Это статья в Нью-Йорк Таймс, которая опубликовалась с текстом договора. То, что заключалось еще в 22-м году? Да, 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 в 22-м году. Она же, там несколько сенсаций было, на которые люди не обратили внимания, потому что у нас очень примитивное мышление, и там меряют тысячами, пушками и всем остальным, а нереально то, что происходило. Одна из сенсаций заключается в том, что переговоры продолжались очень сильно и после Буча долго. Я как участник переговоров могу теперь сказать, я до этого молчал, теперь могу сказать, они еще в средине мая шли. То есть легенда о том, что в рамках стамбульской консультации и легенда о том, что после Буча мы были вынуждены прервать, это всего лишь легенда. Они не прервались после Буча. То есть мы имеем на практике, на практике мы имеем, что даже Буча, как страшная эмоциональная рана, травма не прослужила остановке переговоров. Но всегда между войнами бывают, между длинной счета из покойников. 30-летняя война в Европе – это ужас. Это путешественники описывали, когда ехали по Германии, по две недели не встречалось ни одного человека, только вранье, кости и пепел. И тоже договорились, заключили вестфальский мир, который сейчас лежит в основе всей системы международных отношений. Все равно была вестфальская конференция, все равно противники, которые друг друга ненавидели и убивали перед этим, там с хороших 130 лет, протестанты и католики, сели и договорились. Представляете, 130 лет непрерывных буч. По сравнению с тем, что творилось в Европе, начиная с первых войн протестантских, крестьянских, считаете, которые были вызваны, деятельность Лютера и так далее, сопутствовала ей. И до вестфальского мира 1648 года это 130 лет непрерывной бучи, масштабом с половиной Европы. И тем не менее договорились. Рано или поздно все это все равно заканчивается договоренностями. Поэтому эмоциональная составляющая, как бы она ни была важна и какие бы ценности она ни затрагивала, она важна. Их надо обслуживать. Например, надо требовать выдачи или осуждения взаимного, возможно, людей, совершивших тяжкие военные преступления и преступления против человечности. Однозначно. Они должны быть осуждены и наказаны. Нельзя тотальной амнистией объявлять. Те, кто совершил военные преступления, должны предъявлять. И надо предъявлять это как претензию, защищая таким общим ценностям. Но это не может быть препятствием к тому, чтобы заключить эту систему коллективной безопасности. Но я скептик. Не хватит сегодняшних политиков на эту систему коллективной безопасности. Они будут говорить, про нее будут совещаться, но реальный сценарий это выход в северную зону с заморозкой по линии и создание зоны неопределенности. В корейском варианте. Корея, Южная Корея, вернее, Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны. Япония и Россия находятся в состоянии войны до сих пор. И ничего, как-то живут и существуют. То есть серая зона, где будет продолжаться та же волынка, с которой мы всегда имеем дело. Спецслужбы, армия, экономическая борьба, информационно-дипломатическая будут тягать туда-сюда, пытаться что-то добиться, влиять и так далее. Но хотя бы не будет войны. И тогда открываются возможности развития. А самое главное, не проедаются возможности для будущего. Ведь одно из главных и самых страшных следствий для Украины и России в этой войне это мы лишаем будущего себя. Мы создаем демографическую яму, создаем ситуацию, разрушаем экономику, создаем ситуацию, когда проедается будущее, на которое будут наши дети, внуки и правнуки отвечать. Эта война будет сказываться четыре-пять поколений. Вот эмоционально я должна задать этот вопрос, потому что, когда вы так говорите спокойно об этом, то многие сказали бы, что это слова предательские, что мы не можем себе это позволить. С другой стороны, мы часто слышали их и от разных западных, высокопоставленных чиновников, которые тоже говорили, что в какой-то момент война закончится переговорами. Вот. Это сложный очень момент. Но с другой стороны, ненаказуемость врага, вот это куда одевать, как это будет вписываться в систему коллективной безопасности. Россия пришла, захватила нашу территорию. Смотрите, система коллективной безопасности, если о ней реально говорить, должна предполагать, что агрессор не должен получить своих результатов. А это другой вопрос. Это однозначно. Но второе, однозначно, он не должен зафиксировать свои результаты. Именно поэтому и премьер-министр Голландии, и Шольц даже, который в очень осторожном выражениях сказал, что когда вы спросили про путинские предложения, он на саммите мира сказал, нечего обсуждать. Они нереальны. И так далее. Никто не позволит зафиксировать на бумаге, как хочет Путин, зафиксировать результаты вооруженной агрессии и отдать пять этих сам, пять областей. Но все же понимают, что это де юра. А существует еще де факт. Российская военная сила, которая и российское намерение добиваться своего вооруженного путем. Его выбить мы их не можем отсюда. Это решенный вариант. Для этого нам надо передать четверть или треть вооружения и техники всей американской армии, чтобы мы это сделали. Или американская армия должна вступить в бой здесь, чтобы мы их выбили. Ни того, ни другого не будет очевидным образом. Скорее всего, пока этот сценарий не проглядывается. Чтобы Россия нас победила, ей тоже надо передать треть запаса в китайской армии. Путин сейчас в Корею поехал за боеприпасами, но это тоже ничего не решит. По большому счету. То есть, не тот, не тот сценарий невозможен. Это значит, мы обречены на фиксацию по линии разграничений. А теперь вопрос. Россия должна быть поставлена вот какие условия. Ребята, или вы деоккупируете территорию, или какую-то их большую часть надо решить какую. Или санкции останутся навечно. Стрелять не будем, но санкции будут. А ведь санкции, это один из ключевейших вопросов для России, потому что они это самое будущее съедают. Санкции по доллару, евро и фунту привели к тому, что Россия дрейфует зону юаня. Смотрите, как эта война. Эта война имеет несколько этажей. Она выглядит на нижнем этаже так, что боевые действия идут на территорию Украины, преимущества. Ну, тут страдаем, у нас гибнут мирные жители и так далее. А Россия живет своей жизнью, как они нам пишут в комментариях, и ни о чем не волнуется. Волнуется, потому что Россия из сверхдержавы становится сателлитом Китая экономически. Если основные расчеты в юане, понимаете, и Россия прожирает свое будущее семимильными шагами. Санкции, это просто топка, в которую бросают... Россия подделена, как поленица дров, и санкции, это костер, в котором газ сгорает, это поленица. На самом деле. Поэтому для них это тяжелейшая вещь. И Путин сразу сказал, что требуем отмены санкций. Правильно? Конечно. Так вот, не будет никакой отмены санкций, если они останутся на оккупированных территориях. А вот есть вопрос, например, проблемных территорий. И есть разные способы их решения. Этих проблемных территорий. Крым, Донбасс. Ну, давайте сделаем впервые в рамках европейской системы безопасности зону демилитаризированного ни российских, ни украинских войск, там нет, ни международных даже нет. А есть что? Зона приоритетного развития и там, и там, под международным контролем, где имеют равный доступ и равные права или поделены фактически на зоны, как когда-то западный Берлин. Государство, члены Совета постоянной безопасности ООН. Все. Пожалуйста, и миллион вариантов существует. Крым, рекреационная зона, безопасность в Черном море. Смотрите, Черное море перестало быть зоной безопасности, хотя там идет львиная доля украинского и российского экспорта и импорта. Ни россияне не могут это нормально делать, потому что мы имеем реальные возможности заблокировать Новороссийск нашими подводными дронами и этими самыми. А там 50% перевалки российских продукций НПЗ. На секундочку. Зерно. Ни мы не можем нормальное судоходство, хотя нам легче, потому что наш НАТО прикрывает из баз в Болгарии и Румынии. На самом деле. Прикрывает? Прикрывает, конечно, да. Конечно, прикрывает. Поэтому и плавно. Конечно, поэтому и уходят наши суда туда-сюда. И не наши тоже. Так вот, одна из ключевых вопросов это безопасность в Черном море. Но если Крым становится демилитаризированным, потому что жизни не будет российскому флоту, гражданскому и военному в Черном море, мы всегда будем иметь возможность его нахрен утопить. И это ключевой вопрос, с которым они ничего не могут сделать. Ничего вообще, технически, нет средств борьбы с морскими дронами. Они могут нам сделать так, что мы не сможем заниматься экспортом, хотя им будет сложнее, для этого надо будет НАТО пробивать, блокаду надо пробивать, а тут уже интересно, как бы, нюансы возникают. Так вот, мы заинтересованы. Лучший способ это демилитаризация Крыма. Заходят члены постоянного Совета Безопасности ООН, заходит Германия, например, Турция, кого захотим, Эмираты, кто вызовет своим, государство-гаранта, например. Получая там каждую свою зону и строим вместе Крым, как что? Как и Донбасс, как зоны приоритетного экономического развития и культурного. Все. Еще и получим для всего человечества кейс, как можно решать конфликты взрослым людям в 21 веке. Без того, чтобы танчики ездили и ракеты брекали. Вот и все. Это только один из видов решения. На самом деле, если серьезно заняться обсуждением, может родиться еще десяток. Я могу только сходу десяток вариантов накидать. Было бы желание. Вместо этого мы слышим язык ультиматума, при том, что... Вот я всегда критикую Украину за то, что мы 33 года проводим необеспеченную политику. То есть у нас всегда есть политические цели, которые абсолютно не соответствуют нашим ресурсам. Но ультиматум Путина это тоже блестящий пример, блестящий в кавычках абсолютно необеспеченной политики. Он не может добиться военным путем того, чего он требует политически. Так на кого это рассчитано? Говорит ли это о проблемах? Серьезных? Конечно. Говорит о проблемах у них в головах тех, кто формирует эту политику или между головами. Потому что предъявлять необосновую претензию это лучший способ опозориться. Ну и откровенно мы смеяли путинский план на конференции мира в Куларах. Если бы, да и не в Куларах тоже прямые заявления были. Начинаем с того, что премьер-министр Италии Мелани сказала вообще, что мы заставим его. Ну, у меня тоже тогда вопрос к итальянцам, чем вы заставите? Ну, сказала же. Поэтому вот это саммит и путинское заявление это такая серия необеспеченных ничем заявлений. Я вот смотрю на все это и жду, когда все эти взрослые дяди и тети встанут ногами на твердую землю и начнут по ним исходить из реалий, которые есть, а не сброски их в заголовках. Потому что путинский план нереален, наш план нереален, победа Украины и так далее, мы навяжем и прочее, прочее. Западный план нереален. Так что же реально? Реально бесконечная война, которая ни тем, ни тем не приносит никаких результатов. Смотрите, я принципиальный противник войны. Принципиальный противник. Войн как форма отношений. Принципиальный противник, потому что я знаю, что такое война. Второй момент это что? Это то, что но я допускаю возможность войны как инструмента политики только при условии, что ей можно добиться политических целей. Тогда уже приходится закрывать глаза, там, я не знаю, что мы представим себе, что мы руководители государства, посылать в бой людей, которые будут умирать, подвергать их опасностям и так далее. Это разрушать семьи, дома и прочее, прочее. Будущую экономику. Но если можно добиться выраженных политических целей военным путем. А если нельзя, заведомо нельзя, вот как в нашей ситуации с Россией и Украиной, зачем вести войну? Зачем мы платим цену? Там тысячу людей умирают на фронте каждый месяц об их стороне. Совокупно. Зачем? Ничего же не происходит. Алексей, не мне вам объяснять, что в Украине слова начать переговоры с Россией звучат как сдаться. и вот пока это приравнено. И Украина не может сдаться или не сдаться. Зачем же об этом говорит Кулеба? Зачем об этом говорит Зеленский? Они же сказали, что на второй саммит мира мы будем приглашать Россию. Это же их слова. Это правда. Ну, так что они нам предлагают сдаться. А как они собирают нарушить решение Совета Безопасности Украины, где они же сами себе запретили вести переговоры с Россией? Они не сказали? Это как Россия с Талибаном. Он террористическая группировка, но зато он на Петербургском экономическом форуме и в гостях этот пьет чай вместе с этим самым с Лавровым. То же самое у нас. Мы запретили переговоры с Путиным вести, да, но на самом деле тихонечко ведем по кулуарам, да, и даже официально приглашаем на второй, почти уже пригласили на второй саммит мира. Заявил министр на страны, заявил президент. Это два лица, которые имеют право говорить по Конституции Украины, во Верховной Раде и премьер-министр, они именем Украины сказали, что на втором саммите будет Россия. Ну так а что? Тогда кто они? Они нас хотят сдать? Это приравнивается к предательству. Как на Западе относятся вообще к возможности каких-либо переговоров с Западом? Спростите, с Россией. Как это они для себя? Если какая-то... Вот вы много раз сказали, что есть много эмоций. Да, я это все внимательно слушала, даже записывала. Но на самом деле реально вы для себя видите какую-то сценарий, которая... Сценарий самый реальный это серая зона. Во-первых, давайте так по порядку. То есть просто за Мартинска, как они... Да, переговоры не прекращались ни на минуту с начала войны. Они идут все два с половиной года. Они интенсивно шли перед войной, они идут сейчас, они будут идти. Никогда не прекращались. Я только знаю про пять разных линий переговоров и разных переговорных групп. Пять, которые существуют. И в разных местах они по-разному переговариваются. Ни одна, ни две, пять. Более того, я им страшную вещь скажу. Там и представители Украины участвуют некоторые. Не будем показывать пальцы. Тоже система. Поэтому переговоры никогда не прекращаются. Ни в одной войне переговоры никогда не прекращаются. Никогда. Поэтому они всегда идут. И даже в ирано-иракской страшной войне, где 12-летние дети шли на минные поля, разминировать своими телами, применялась химия, все равно шли экуларные переговоры, постоянные консультации. И даже прекратичная торговля велась на уровне крестьян. Много чего происходило, как в любой войне. Между прочим, да, и во Второй мировой войне, когда на Шатских озерах были переговоры между Гитлером и Сталином, это очень мало кто знает, но есть люди, которые знают. Вариант Брест-2, говорился, Брестский мир. Они ничем не кончились, но они шли с сентября по декабрь 1941 года у нас. Так вот, вариант был отдать Гитлеру всю Украину, на этом закончить войну. Всегда идут переговоры. И я просто вижу, куда она смещается. Мы имеем три сценария основных. Крайние. Это что? Война, война, война при попытке эскалации, провокации на Балтии, возможно, какие-то усиления бомбежек Украины, наши удары в ответ и прочее, прочее. Сценарии взрослых людей, которые сели и начали заниматься системной коллективной безопасности в Европе с учетом реальных интересов из сторон всех, включая Россию, Беларусь и так далее. И третье, это серая зона. Замораживаемся по линии, а дальше как пойдет. Чтобы никто не брал на себя формальных обязательств. Это чистый корейский вариант. То есть, имеется в виду без подписывания каких-либо договоров? Без подписывания договоров просто остановка огня и все. Ну, кстати, мне азербайджанские аналитики договорили, что они тоже не подписывали тогда с Арменией никаких договоров, что позволило им потом ничего это не демонтировать. Да, да, да. Никто не будет ничего подписывать, все останется заморожено и дальше куда пойдет политика. Будет готовиться ко второму раунду или там друг другу вредит тихо, уже без желания воевать. Это надо будет посмотреть. Но все понимают, что ни Зеленский, ни Путин не подпишет формальный договор, так как он есть в настоящем. А вместо Путина и Зеленского пока никого не предвидится. Тогда возникает вопрос. Запад. Ну, тогда мы не будем навязывать соглашение. Единственное, что мы можем навязать, это прекращение огня. Вот первая попытка это Олимпиада. Если 15 июля будет остановлен огонь прекращенно, а шансы на это до сих пор остаются, минимальные, но остаются, то через месяц, когда Олимпиады... Вы действительно верите, что это возможно? Минимальные остаются, да, потому что это была формальная договоренность, заключенная между Си Цзиньпинем, Путиным, США и Францией. Это была практически решенная вещь. Даже Китай в этом получается? Китай в первую очередь. Китай очень сильно заинтересован, проталкивает собственный мирный план очень активно, настолько что-то перестало нравиться уже американцам, французам. Я смотрю еще и Путину, похоже, перестало нравиться. Но суть в том, что была совершенно реальная предварительная договоренность об остановке огня с 15 июля. Она была сорвана. Это констатировал Блинкин, когда приезжал в Европу две недели назад, две-три, и выступал перед европейским дипломом. Благодаря позиции Путина, он сказал, она была сорвана, которая требует подписания формального документа о признании границ, что невозможно. Но такая минимальная возможность остается. Если мы в нее войдем, и полтора месяца не будет стрельбы, реально, то представьте себе, как тяжело будет возвращаться к ведению огня снова. Я не могу себе это представить. Уже никто не захочет. Как мы не могли даже добиться прекращением огня на линии разграничения еще тогда, помните, в каком-то 19-м году и так далее. Это было невозможно. Да, я говорю, вот это могло бы быть сценарием. Правильно. Все бы зашли в Серу-Зон, а дальше просто бы не захотели бы забавлять войну. И дальше потихоньку, криво-косо, как-то эта лодка поплыла бы. И, скорее всего, так это будет, только рано или поздно. Кстати, я вспомнила Китай и Олимпиады. Вот Олимпиады в Китае лучше, лучше не надо. Помните, после первой Олимпиады Россия пошла войной на Грузию, после второй Олимпиады она пошла войной на Украину. В ходе, смотрите, входом и в окно возможностей следующим называют выборы президента США. А что такое вход? Вход в окно возможностей, когда война будет замораживаться. А с Трампом? Да, сейчас Путин возможно, точнее, не когда будет замораживаться, а когда возникает возможность его заморозки снова. Трамп или новый кандидат в Белом доме, кстати, в Америке вовсю заговорили о том, что вместо Байдена будет другой кандидат. В куларах абсолютно. Да, потому мы посмотрели, как он на саммите ведет и на Большой Семерке. Просто состояние здоровья вызывает беспокойство. Причем он мыслит четко и ясно, но его подводит, ну уже физика подводит, пожилой человек. Нагрузка очень тяжелая. И они всерьез думают о другом кандидате. Разные варианты называют. Сейчас. Так вот интрига, я к тому, что интрига, возможно, на выборах в США будет еще более интересной, нежели сейчас. Но в любом случае, президент США, новый, который придет, он первое, что начнет, начнет решать этот конфликт, так или иначе. Начнет, это дыра просто в системе отношений существующих мировых, им эту дыру нужно закрыть. Поэтому, а до этого сейчас Путин выпросит у Кореи боеприпасов, там где-нибудь, каких-нибудь баллистических ракет. И радостно, что? Радостно попадается пойти в летнее наступление всех, пугая и стращая. И прочее, прочее. Ну, к тому моменту к нам F-16 подойдут, там мы получим боеприпасы, техника мобилизируемся. Я задам себе этот вопрос. Даже если Путин получит, то, что он получит. И мы же слышали о том, что возможно летнее наступление. Как вы оцениваете возможности России в данный момент? У них нет сил для того, чтобы проводить летнее наступление. Все российские ресурсы, все по всем, всех уровней, от тактических до стратегических, тысяч 80 человек сейчас. Может 100. Создать новое, нужна вооружение, военная техника. Где? Получать полными пакетами из Кореи, так, чтобы там бригадными дивизионными составами я очень сильно сомневаюсь. Но допустим. Тогда все равно идет временное формирование, пополнение, частичную мобилизацию и так далее. Это все очень долгая история. Это не раньше конца лет. Ну, собственно говоря, они на активную фазу американской предвыборной кампании и хотят там выступить начиная с сентября, по большому счету. По-настоящему осуществляя давление на предвыборный процесс США, сформируя общественное мнение. Не в пользу поддержки Украины, в пользу бесполезности сопротивления России, необходимости договариваться с Россией и так далее. Такой замысел есть. Но для этого нужны вооружения и военная техника. Людей-то они бы набрали. Это невозможно без мобилизации в России. 30 тысяч, которые они набирают в военкоматах каждомесячно, это всего лишь на компенсацию потери уходит. И на создание маленьких резервов, не стратегических. А без стратегических или даже оперативных не получается. У них есть одна, у нас есть слабая дырка, у них есть достаточно серьезный успех. Это вот Очеретинско-Покровское направление. Там нам не удается их остановить. Они давят, давят успешно. Для перерезания трассы, которая имеет важнейшее значение, Покровск-Константиновка, 7 километров им осталось. Почему они там давят так успешно? Они туда перебросили большие резервы? Ну, во-первых, там талантливые люди достаточно с их стороны. Это Мордвичев, который брал Мариуполь, потом брал Авдеевку. И вот он там этот самый. Во-вторых, мы там не дорабатываем абсолютно совершенно точно. Вот у меня вопрос. Почему на этом направлении нет ни одной серьезной бригады? За одним-двумя исключениями. Там воюют бригады ТРО. Ключевое направление, максимальная концентрация наиболее количественной и качественной российских сил и наши самые слабые подразделения. Это диверсант сидит где-то у нас в генеральном штабе, который такие решения принимает. Или как? Кто убирал оттуда тройку, сорокседьмую и так далее? Те бригады, которые способны перемалывать противника. Серьезно. Почему они уехали на второстепенное направление? Второстепенное по отношению к тому успеху, который развивают россияне, и который вполне может стать оперативным успехом. Первым оперативным успехом за всю войну вообще. Это вопрос. Там сражаются бригады ТРО, которые при всем их мужестве и героизме, они просто не обладают нарядом сил, средств, вернее, соответствующих, чтобы эффективно воевать. Вот и все. И мы имеем там ситуацию, когда на важнейшем направлении у нас в России имеют качественное количество преимуществ, а мы имеем, а мы держим там самая слабая часть. В масте своей. Там есть парочка бригад посильнее, но в масте своей кто принимает такие решения? Зачем он их принимает? Ну вот я первый противник шпиономании. Я всегда высмеиваю, потому что я знаю, что такое настоящие шпионы, как они работают и так далее. Но у меня все больше, когда я смотрю на то, что там происходит, закрадывается подозрение на счет того, что все-таки какой-то шпион где-то есть. Очень крупный. Потому что объяснить то, что происходит на фронте без шпиона очень сложно уже. Ну можно дуростью, конечно, объяснить, но есть такая дурость, которая почему-то системно повторяется в ключевые моменты. То у нас все два с половиной года, когда начинается российское наступление, обязательно в ключевых местах оказываются самые слабые бригады. Два с половиной года подряд. Это бляха что? Простите. Как это объяснять? На этом вопросе же не закончим интервью. Нужно что-то. Давайте что-то оптимистично. Ну что, конечно. Без этого никак. Реальный сценарий – это серая зона. Я думаю, заморозка. Это оптимистично. Да, это оптимистично. Потому что неоптимистично – это бесконечная война, которая все равно кончится серой зоной, только с большими разрушениями, с большим обкраденным будущим и с большими потерями. Вот и все. Есть, конечно, фантастические сценарии. Американцы вдруг проснулись и передали нам четверть запаса своих вооруженных сил. И мы что? Героически победили и всех выгнали. Но такого не будет. Поэтому все зависит от уровня нашей организации. Он хромает. Это печально. Но, с другой стороны, проиграть нам не дадут. И это позитивно. Вот примерно в этой серой зоне мы движемся к современному. Это серый, средний сценарий. Не туда, не туда. Хорошо, что не вниз, но плохо, что не вверх. Но хорошо, что не вниз. Алексей Арестович был сегодня с нами на связи. За что, Алексей, мы вам очень благодарны. Спасибо большое. Алексей Арестович был нашим гостем. Конечно, мы ему за это очень признательны. И, конечно, признательны вам наши спонсорные платформы субтитры.